МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что? Да ничего, все глухо. Никто из соседей ничего не видел, все по норам сидели. И никакого шума не было. Ну, говорят, что было тихо, и вечером ночью. Ночью он уже мертвый был. Время смерти можешь сказать? Между двадцатью и двадцатью двумя. Точнее, после вскрытия. А причина смерти? Судя по цвету слизистой, его отравили. Вскрытие на все вопросы ответит. Проверю содержимое. Если отравили, то, скорее всего, этим. Итак, что мы имеем? Следов борьбы в квартире нет. На теле ни синяка, дверь не вскрыта. Значит, преступника Гассин впустил в квартиру сам. Ну, видимо, знакомый или пациент. Ну, таких у нас целый район. Это да. Слушай, Лень, надо съездить в клинику, поговорить с коллегами Гассина. Вдруг они вспомнят что-нибудь интересное для нас. Нет, я съезжу. Конечно, конечно. Просто если кое-кто вчера бы его задержал, сегодня бы не пришлось... Так, все, хватит. Иди работать. Иду, иду. Субтитры создавал DimaTorzok Ты в гляделки пришел играть? Дай дышаться-то. Поговорил я с коллегами-врачами Гассина. Ну, а себя что, клещами каждое слово вытаскивать? Конфликтов у него ни с кем не было. Человек он был хороший, отзывчивый. В чем-то иногда даже наивный, как ребенок. Лекарствами налево не торговал, ну и липовых больничных не выписывал. Да я тоже сделал запрос. Нигде он у нас не проходил, даже свидетелем. И что, ничего в поликлинике, никаких зацепок? Ну, нет, там был один инцидент. Пропала пачка лекарств. Черт, записал же название-то. А, спик один, это из группы, вот, о которых величко я говорю. Вазодиллататор. Да, точно. Не бывает таких совпадений. Да, я тоже так подумал, поэтому поразговаривал насчет этого случая и Гассина. Никто даже близко о нем не подумал. Можешь вообще пробить? Что у него там с финансами вообще? Где-то полгода назад Гассин перевел 500 тысяч на благотворительность. Коль? Потому что он всю жизнь копил. Да что ты, ну, и саму по себе благотворительность ничего не означает. А наоборот, говорит о том, что Гассин был добрый, отзывчивый человек. Прям идеалист. Геннадий Собин. Алло, есть новости? Результат вскрытия готовы. Очень простой случай. В коньяк добавили крысиный яд. Просто лошадиная доза. Вот что случилось. Ну, и куда ты ходишь? Опять? И почему два дня назад ты подъехал к дому, но не зашел, а снова куда-то уехал? Маша, мы же с тобой недавно говорили, и я думал, что мы все решили, договорились. Вопрос закрыт. Нет. Я вижу, ты опять за мной шпионишь. Куда ты ходишь? И что это за деньги у тебя в машине были позавчера? Это была премия, но я уже ее потратил. Где? За этой дверью? Да. Я чем-то там занимался. Если ты намекаешь на женщин, то это не так. То, чем я там занимаюсь, никак не угрожает нашим с тобой отношениям. Ужин на плите. Мои экспертизы готовы. Да. Хочешь, гада? Красивый, яд в бокале. Да, и в бутылке. А откуда вы? Это вы. Величко только что звонил. Так, ладно, Коля, что по отпечаткам? Да, есть один свежий отпечаток. Пробил? Ну, а как же? Ну, и чай, он. Твой? Чего? Ну, на дверной ручке. И что, больше ничего? Ничего. Так же, как в квартире у Викторова, стол, бутылка, все протерто. Спасибо, Коль. Чего ты? Я тебе говорю, я... Я же его и обнаружил. Так. И что мы имеем? Ничего. Никаких зацепок. Угу. Мне даже мотивы непонятно. Как раз понятно. Он убивал, ну, либо свидетелей убийства Мегкова, либо своих подельников. Да, если это один человек. Не укладывается это все в картину. Раздражает. Угу. Наверное, надо посмотреть на это все с другого ракурса. Так, еще ты должна обязательно спросить Касатонова, не приходил ли он к Толику в тот вечер. Ну, потому что все знают, что он Толика недолюбливал. Ты вообще меня слушаешь? Прости, мне просто сейчас вообще не до расследований. Что у тебя случилось? С Андреем поругались? Мм. Ты, наконец, спросила, куда он ход? Да. Мне, наверное, не надо было поднимать эту тему. Все правильно. Ты абсолютно правильно поступила. В конце концов, ну, на обмане отношения не построишь. А вдруг он прав? Ну, что, если я на самом деле давлю на него, а ему нужно это личное пространство? Да глупости. Ну, если бы там действительно не было ничего такого, Андрей бы не психовал, а нормально тебе все объяснил. А еще эти видео. Кто мне их присылает и зачем? А вот с этим мы разберемся. Ну-ка, вставай. Давай, вставай, поехали. Ну, да. Я сейчас занимаюсь одним делом, довольно запутанным. Несколько дней назад в нашем поселке произошло три убийства. Что вы говорите? Какой ужас. Я до сих пор не понимаю, связаны ли они с одним ли убийцей мы имеем дело или с несколькими. Все это очень печально, но я как могу помочь вашему расследованию? Я не детектив, не криминалист. Вы психолог. И, насколько мне известно, к вам на сеансы приходили многие жители нашего поселка. И убитый Викторов, и Новожилов. Приходили. Вот. А ведь они оба были подозреваемыми в первом убийстве. Вы имеете в виду тот случай, когда больной умер во время операции? Да. У нас есть все основания полагать, что он умер в результате тщательно спланированного убийства. И вы хотите, чтобы я вам рассказал, мог ли Новожилов или Викторов убить человека? Да. Вы слушайте. Я не могу нарушать врачебную тайну. Это ставит под угрозу само существование моей профессии. Ну, не хотите говорить, не надо. А если я попрошу вас составить психологический портрет преступника? Ну, поискать какую-нибудь психологическую закономерность. Вы хотите нанять меня консультантом? Нанять. Мне такой бюджет не дадут. Скорее выступить в качестве добровольного помощника. Простите, но у меня нет времени на благодарительность. Совсем? Увы. Слишком много работы и диссертации. Что ж, извините, что я краду ваше драгоценное время. До свидания. А вы, кстати, слишком напряжены. Не хотите проработать причину ваших проблем? Спасибо. Я как-нибудь так проживу. В напряжении. Муж тебе не беспокоиться. Выход я найду. Вызывали, Петр Михайлович? Да, Вань, заходи. Я хочу, чтобы ты ознакомился вон с тем документом. Посмотри, буклетик. И что это? Это наш новый приз-курант. Теперь прямо здесь, в клинике, в бухгалтерии, можно взять моментальный кредит на оказание медицинских услуг. Таким образом, мы расширяем нашу клиентскую базу. Петр Михайлович, я не уверен, что это хорошая идея. Ваня, это прекрасная идея. Ты не понимаешь. Мы, во-первых, охватываем тот слой клиентов, который не может заплатить все сразу. А во-вторых, это очень действенная мера в экстренных случаях. Когда нужна операция, а денег нет. Если твой близкий человек чуть ли не при смерти, ты же согласишься на любой кредит. Я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете. Это касается бухгалтерии, отдела продаж. Ваня, я просто увожу тебя в курс дела. Теперь скоро садиться в это кресло. Я не понимаю, я с чем могу помочь? Лень, ну ты можешь хоть с чем-то разобраться? Ты можешь понять, кто шлет Маше эти сообщения с компроматом на Андрея? Ладно, зря мы это затеяли. Пойдем. Секунду, подождите. Может, не зря. Судя по всему, этот твой тайный доброжелатель осведомлен в вашей личной жизни. Я бы даже сказал, очень хорошо осведомлен. Это опасно? Может быть. У меня есть версия, которая может все это объяснить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лень, что за игры такие в молчанку? Маш, ну какие игры? Все очень серьезно. У тебя в спальне, в гостиной и на кухне жучки. Жучки? Прослушивающее устройство. Почему ты их сразу не выкинул? Тогда преступник понял, что мы его разоблачили. И что нам делать? Ну, я думаю, что, скорее всего, их поставил кто-то из ваших гостей. Почему из гостей? Если бы он залез, когда в доме никого не было, он бы поставил прослушку в каждой комнате. А у гостя был только момент, когда хозяева отвлеклись. И он поставил жучки, ну, куда успел за минуту заскочить. Понимаешь? У тебя вообще есть идея, кто бы этому быть? Да. Щукин? Щукин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Андрей Андреевич, извините, ради бога, как же так? Давайте я застираю. Снимите, пока не впиталась. Я сам застираю. Извините, пожалуйста, я просто не понимаю, как так вышло. Ай! Не понял, ты что смотришь в моем телефоне? Геолокацию. Какую геолокацию? Того места, куда ты прячешься от машины. Тебе вообще не стыдно? В смысле? А тебе не стыдно? Ты обманываешь близкого человека. Я ее не обманываю. Тем более ее не обмануть, она все слышит. Слышала. В смысле? Ладно, забудь. Знаешь что, и потом сам ей все расскажешь. Угу. Угу. Артур Ильич, добрый день. Майор Мельников. Добрый день. Послушайте, ну я же уже все сказал вашему коллеге. Да я, собственно, по другому поводу. Вот, пожалуйста. Обыск? Ну, почему? Да вы не волнуйтесь так. Все будет хорошо. Прошу вас туда. Идемте, идемте. Идемте. А вот и наша антенка. Это роутер. Для вай-фая. Ага. А в коридоре у вас что тогда? А там основной. А это дополнительный. Гражданин Щукин. Ну не усугубляйте вы. Коля, точно она? Абсолютно. Сигнатуры сигнала точно такие же, как на подслушивающих устройствах в доме новожиловых. Ну вот. Слушайте, ну вы же эти жучки без перчаток ставили, правильно? Это с чисто научной целью. Понятно. Звук куда записывался? Покажите, пожалуйста. Обязательно на тонком тесте. Нет, прибора не нужно. Только пиццу. Да, Мария Беляева. Все верно. Спасибо. До свидания. Вот видите. Я же говорил, что все будет хорошо. Гражданин Щукин, вы задержаны. Итак, что мы имеем? Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Статья 138, пункт 1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Ну, думаю, можно и моральный вред доказать. А может и шантаж. Ну, какой шантаж? Разве я чего-нибудь требовал? Ну, в любом случае, с дипломами психолога и психиатра вам точно придется распрощаться. Кстати, я тут подумал. Вы ведь в нашем поселке сколько? Три с половиной месяца. То есть, через три с половиной месяца после вашего появления начались таинственные убийства? Насколько я знаю, убийства у вас случались и до моего появления. В общем так, гражданин Щукин, единственный шанс смягчить наказание, это честно во всем признаться. Обязательно. Но сначала я хотел бы поговорить с Машей. С Марией Беляевой? Зачем? Это касается курса терапии, которой мы с ней не закончили. Ну, это уже ваши проблемы. Нет, это как раз ее проблема, которую мы почти решили. Уверяю вас, ей этот разговор гораздо нужнее, чем мне. Да, и еще. Говорить мы с ней будем с глаза на глаз. Гражданин Щукин, а вы, извините, не обордели? Поверьте, после этого разговора выигрыши останутся все. И вы в том числе. Андрей, ну что, закон обидный перерыв? Пошли с червячка за Марией. Да, не, я не пойду, не хочу, спасибо. Как знаешь, а я с удовольствием. Да. Алло, привет. Привет. Домой заскучишь? Я пиццу заказала. А я в кафе поем. Ну, как знаешь, у нас тут такое творится. Ты не против? Чего? Ну что, я в кафе поем? Да нет. Я вообще, что звоню, я хотел извиниться. Я... Вчера много лишнего наговорил. Простишь? Прощаю. Точно? Ну да. Сейчас подожди, кто-то звонит. Корнилов. А что это он тебе звонит? Я тебе расскажу, не поверишь. Ну ладно, давай, пока. Пока. Ну что ж, присаживайтесь, Мария Борисовна. Оставляю вас наедине. Ну и что хотели бы мне рассказать? Исключительно правду. Если я попробую вам соврать, вы же все равно услышите. Правда? Ну вы о чем? О вашем слухе. Например, если я скажу, что меня зовут Иван Иванов. Вот. Это же для вас как железом по стеклу, верно? Откуда вы? Так, это неважно. Вы зачем подслушивали нас с Андреем? Чтобы шантажировать? И мыслях не было. Исключительно в научных интересах. Я же не вру, вы ведь видите. Ну вернее, слышите. Да, но я все равно не понимаю. Давайте я начну с самого начала. Мы с вами, Маша, знакомы уже более 20 лет. С той самой ночи, когда вы после аварии попали в больницу, где я был, интерна. Вы имеете в виду... Да, ту самую ночь, когда погибли ваши родители. А у вас было серьезное сотрясение мозга. Маша, меня зовут Артур Ильич. Анализ для тебя хороший. Это неправда. Маша! Здравствуйте! Здравствуйте! Привет! Я Артур Ильич. Ты не помнишь, я к тебе приходил, когда ты в палате была? А как вы попали к нам в поселок? Это случайность? Нет, конечно. Как говорил Фрейд, ничего случайного не бывает, все имеет первопричину. Если помните, почти год назад наш общий знакомый Роберт Шилов опубликовал статью в Вестнике психиатрии про удивительную пациентку, которая слышит, когда ей врут. Да, но он говорил, что там не будет моего имени. Разумеется. Упоминалась только некая пациентка А, но я-то сразу понял, о ком речь. Значит, он вам сказал, где меня искать? Нет. Я знал, что он будет хранить вашу тайну. Но я-то помнил, ваше имя, фамилию, год рождения, социальные сети помогли мне вас найти за полчаса. И вы приехали подсматривать и подслушивать. Я приехал, чтобы разгадать загадку, которая мучила меня 20 лет. Почему у вас появился этот дар? Как он работает? Я уволился отовсюду, снял дом в вашем поселке. И приступил к осуществлению своей мечты. Погодите, ну, вы даже не пытались познакомиться, пока мы сами к вам не пришли. Ну, я понимал, что вы не слишком горите желанием демонстрировать свои особые способности. Иначе вы были бы во всех паранормальных шоу. Нужно было действовать деликатно. Сначала я познакомился с коллегами Андрея, помог им решить некоторые проблемы. Вы закодировали Толика? Нет, зачем? Просто показал ему, что в жизни есть более важные вещи. Когда они есть, алкоголь не нужен. Вообще. А потом, когда вы узнали обо мне, то пришли сами. А почему вы думали, что мы обязательно придем? Ну, у всех есть какие-то проблемы. Но решение ваших проблем, увы, не приближало меня к разгадке вашего дара. И вы решили нас прослушивать. Тогда мне это казалось хорошей идеей. Но прослушка тоже мало что дала. И тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Вы имеете в виду все эти смерти? В частности, смерть того пациента, которого оперировал Андрей. Вы тогда пришли ко мне, помните? Да. И с того момента мы начали работать именно с вашими личными проблемами. Когда я обнаружил, что в вашей памяти по-прежнему заблокировано все, что связано с той аварией, я понял, что разгадка где-то там. Не бойтесь, я не имею отношения ко всем этим убийствам. Вы мне верите? Да. Нет, 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 нет. Послушайте, это очень важно. Посмотрите на меня. Я не имею отношения к убийствам. Я поняла. Я вам верю. Тогда, пожалуйста, расскажите об этом полиции. Мне кажется, они в курсе ваших способностей. Они-то в курсе. Только не всегда меня слушают. Я одного не понимаю. Зачем вы мне прислали эти видео, где он входит в какую-то странную дверь? Да, это было не очень гуманно. Но мне было необходимо вас как-то раскачать. Андрей вас слишком стабилизировал, а для того, чтобы терапия имела прогресс, нужно было... Вывести из зоны комфорта? Ну, пусть так, вывести из зоны комфорта и состояние равновесия. Но это только для того, чтобы помочь вам двигаться дальше, поверьте. какой вы альтруист. И все это, все эти усилия только для того, чтобы мне помочь. И для себя тоже. Я 20 лет ломал голову над вашим феноменом. Такая удача выпадает раз в жизни. Удача? Это вы про смерть моих родителей? И про кашу в моей голове? Простите. Да, конечно, вы правы. Это трагедия. И каша в голове вам мешает. Но мы, наконец, подошли к моменту, когда можем эту кашу разгрести. Ну, если меня, конечно, не посадят. Ладно. Я не буду писать на вас заявление. Огромное спасибо. Но вы доведете терапию до конца. Разумеется. Вот увидите, мы во всем разберемся. И откуда у вас такой дар? И почему он стал давать сбой? Причем, только в отношении Андрея. А почему я все-таки не могу выйти за него замуж? Да. Это самое главное. У меня к вам последний вопрос. Куда ходит Андрей? Что там за дверью? Я бы мог вам ответить. Но для ваших с Андреем отношений было бы лучше, если бы вы сами закрыли эту проблему вдвоем. Ну, там ничего такого? Ничего опасного для здоровья. Никаких наркотиков. И уж точно это не связь с какой-нибудь женщиной. я не буду писать заявление на Щукина. Вы себя сейчас контролируете? А вы считаете, что он меня загипнотизировал? Не исключаю. Смешной вы. Официально заявляю, что претензий к гражданину Щукину у меня никаких нет. Да, и к убийствам он не имеет никакого отношения. Ну, что Мария вам сказала, что заявление на вас писать не будет. Да. А чтобы привлечь вас, ее заявление не нужно. Что тогда нужно от меня? Помогите поймать убийцу. А я подумаю, что делать с вашими художествами. С огромным удовольствием послужу торжеству законности. Кто привез больного в Новикова? Мы. Как он там? У вашего отца острый аппендицит с абстессами. Что? Скопление гноя брюшной полости. Поздновато вы к врачам приехали. Да тесть, упёрся. Никуда не поеду. Поболит и перестанет. Само рассосётся. К сожалению, не рассосалась. Необходимо срочно операцию. Мы хотели у вас только обследоваться. У вас врачи хорошие. А операция? Сколько это по деньгам? Вот наш пресс-лист. Так, ну, мы в районную. В районную есть риск не довезти. А что касается денег, так ведь всё сразу можно не платить. А в вашем случае вообще без первого взнос. Ладно, давайте. Прекрасно. Мне нужно ваше согласие на оперативные вмешательства. Иван Петрович, я вас ищу. У нас ЧП. У нас в операционной потом. Всё закоротило, оборудование сгорело. А как же наши операции? Миленькая, все операции, к сожалению, изменяются минимум на месяц. Извините, ничего не получилось. Как-то можно договориться? Мы заплатим кредит. Голубчик, вы не услышали меня. У нас форс-мажор. Мы же не торгуемся с вами. Мы бы без всяких денег вам помогли, но у нас нечем вам помочь. Извините, ради бога. Везите вашего больного в ближайшую районную больницу. Чем скорее, тем лучше для него. Мне очень жаль. Мы не можем сейчас вам помочь. Операционная закрыта, сгорела. Иван Петрович, пойдемте, скоренько. Я не могу без вас разобраться. Я не понимаю, что еще в нашем... Петр Михайлович, Петр Михайлович, я все-таки не понимаю, что за поток? Ваня, это я не понимаю, зачем тебе это нужно? Вы о чем? А если этот дед столетний помрет у себя на столе? Ну, вообще-то ему восемьдесят семь. Ваня, ты не услышал меня. Третий покойник за одну неделю это явно перебор. Ну, зачем это так? У больного крепкое сердце, есть все шансы, что операция пройдет успешно. Не все шансы, Ваня, не все. Я рисковать не хочу и тебе не позволю. А если что-то пойдет не так? А что-то наверняка пойдет не так. На новожилову оспехнуть уже не получится. Ну, что ты так смотришь на меня? Есть возражения, только аргументированные. Нет. Ну, вот. Зря ты отказалась писать заявление на Щукина. Он нас прослушивает, в нашей спальне, это вообще ни в какие ворота не лезет. Он за мной следит. После всего, что он на меня вывалил, я это как-то не осознала. и вообще, в тот момент меня беспокоило кое-что другое. Что? Куда ты ходил? И ты спросил у него, он ответил? Сказал, что я сама должна это выяснить, что для нас с тобой так будет лучше. Это правильно, будет лучше. так ты признаешься наконец? Признаюсь. Скрывать я больше не буду. Я был у любовницы. Андрей. Маш, я тебе не изменял. Все нормально. И если бы ты меня слышала, ты бы поняла, что это ложь. Но ты меня не слышишь. Давно это у тебя? Несколько дней. А почему ты мне об этом не сказала? Почему я об этом узнаю от посторонних людей? Диана проболталась. Да. Я боялась. Чего? Утратить контроль надо мной? Нет. Послушай, у тебя есть твои тайны. Я хочу, чтобы и у меня были мои тайны. Андрей, ты еще неправильно понимаешь. Угу. У меня нет цели тебя все время контролировать. Я бы сама с удовольствием отказалась от этого дара и жила бы как обычные люди. Но поступки твои говорят о другом. Доброй ночи. Это доктор Косатонов. К вам сегодня больного Новикова привезли с аппентицитом. Посмотрите, как умер. А что случилось? Не в курсе. Извините. Варвара Мироновна, еще вопрос. Как хорошо вы знали Гассина? Как все? Он же наш участковый был. А у вас не было конфликтов? Ничего плохого сказать о нем не могу. А как думаете, он мог по ошибке дать вашему мужу не то лекарство? Ну, перепутать? Егор Семенович, вы же прекрасно знаете Гассина. Он очень ответственный и внимательный человек. перепутать это не про него. Ну, да-да. Спасибо, что согласились прийти и ответить на мои вопросы. Вот. Ознакомьтесь и распишитесь. Я могу идти? Конечно. Вы свободны. зря бы ее отпустили. Считаете, что она способна на убийство? Она выглядит тихой и забитой, но именно в таких тихих умутах и водится всякая чертовщина. А я сомневаюсь, что она могла бы сломать Викторову. Ага. В моей практике был один случай. Одна моя пациентка весьма субтильного сложения. Так вот, она в состоянии аффекта уронила на мужа шкаф. А у этой Варвары мотивов более чем. покойный муж бил ее, бил сына. Ну, пока это не более чем слухи. Ну, выяснить точно. Да. А кто у нас добровольный помощник к следствию? Ну, вот, пообщайтесь с окружением Меховых, с соседями, с друзьями. Вы же психолог. Вытяните из них что-нибудь полезное для следствия. Понял. Завтра с утра займусь. Иван Петрович? Я иду по коридору, смотрю, у вас тут свет горит. у вас что-то случилось? А я сегодня человеком убил своей трусостью. Так, подождите, вы про этого дедушку? Иван Петрович, послушайте, мне кажется, у него не было шансов. Ну, я даже не попытался ему возразить. Понимаю? Так, не нужно так убиваться, Иван Петрович. Знаете, что? Давайте, я вас теперь провожу. хорошо? Давайте. Вставайте. Вставайте, вставайте. Ох, я... Маша, вы сейчас сильно заняты? Да. Маша, ну, зачем вы так? Даже не обладая вашим даром, я вижу, что вы меня обманываете. Маша, мне очень нужна ваша помощь. Честно говоря, у меня нет никакого желания вам помогать. А Дианя, вы ведь обещали ей найти убийцу Анатолия Викторова? Ладно, чего вы хотите? Прошу, я по дороге введу в курс дела. Да я вроде чего знала-то, рассказала полицейскому. Что вам еще-то от меня надо узнать? Марина Антоновна, только то, что вы просто забыли упомянуть. А скажите, вы ведь давно знаете Мягковых? Ну, считай, на моих глазах поженились. А по любви? По залету. А потом выкидыш был. Ой, жалко ее так, ведь так убивалась. Мягков ее с тех пор не взлюбил? Да нет. Ну, сначала у них вроде ничего было. Ну, стерпится, любится. Ну, а чего? Она обхаживала его, покормит, постирает, приласкает. Ну, ему-то это очень все нравилось. Вот, а только детей-то у них долго не было. А потом вдруг Сашка родился. Роды тяжелые были, со осложнениями. И ей тогда доктор наш участковый помог. Гассин. Да. А вот после этого она за мужем меньше, чем раньше ухаживать стала. Ну, здоровье-то уже не то. И муж ее начал бить. Ну, зачем вы так говорите, а? Ну, человек помер. Зачем про него плохое-то говорить? Вообще-то полиция уверена, что его убили. Марина Антоновна, расскажите, пожалуйста, все, что вы знаете. Ладно, сердился он на нее очень. Ну, потому что Варь-то уже не такая служанка, как раньше-то была. Бил, и ее бил, и Сашку бил. А потом пить начал, и он до цирроз допился. Скажите, пожалуйста, а у Варвары был любовник? Да как можно? Нет, конечно. Кто был ее любовник? Гасяна? Да нет, он вообще на нее не смотрел. Вы мне такие вот вопросы задаете, мне на них отвечать прям неудобно. Все, 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 простите, пожалуйста. Больше ничего такого. Последний вопрос. Вы не знаете, где была Варвара поздно вечером в день смерти мужа? Дома. Точно? Конечно. А я вот за ней вот ухаживал целый вечер и валерьянкой отпаивала. Марина Антоновна. Ладно. Ладно, все расскажу, чего знаю. Вот как на духу. В общем, несмотря на все попытки выгородить Варвару Мягкову, нам удалось выяснить, что в вечер смерти Викторова она оставила сына соседки и куда-то ушла. Вернулась поздно, была сама не своя. То есть у нее была возможность убить Викторова и мотив у нее железобетонный. Будем задерживать. Подождите, она точно переживала из-за смерти мужа, она не ворала. Так, вы опять лезете со своей этой чертовщиной? Я просто призываю во всем разобраться. Нельзя рубить с плеча. Конечно, разберемся. Вот проведем обыск и разберемся. Так. А что это такое? Егор! Понятые, подойдите поближе, пожалуйста. Опа! Александр Геннадьевич! Разрешите? Спик один. Так это и есть тот самый у вас дилататор. Варвара Мироновна, откуда у вас эти таблетки? Я впервые это вижу. Гражданка Мехкова, вы задержаны по подозрению в убийстве своего мужа. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова